Плот Германии нуждался в новых эсминцах, в качестве такого эсминца был принят В-23, весьма спорный на самом деле аппарат, дело в том, что имея вооружение слабее, чем у Кондора, при этом этот корабль дороже Кондора, да у него больший торпедный пуск, точнее более оптимальный торпедный пуск, но ни скорость, ни дальность у корабля не на высоте. Весьма интересная, конечно, штука, и учитывая, что он может охотиться нормально за подводными глотками, хоть как-то, в принципе корабль достаточно... Этот корабль имеет право на жизнь, но боюсь, что большой серии ему не видать. Наверняка основным эсминцем нового немецкого флота станет немного другой корабль. Основным же эсминцем все-таки стал В-24. 603 миллиона это дорого, но терпимо. Зато огромное количество торпед, неплохая скорость и неплохая артиллерия плюс радары и отличная система управления огнем. Фактически это просто улучшенная версия уже ставшего классическим 18-го. Ну, его мы пустим в серию достаточно широко. Итак, хоть страна до конца к войне не готова, но в октябре 47-го случилось неизбежно. Мы вынуждены уступить в войну в США, оттягивать дальше дипломатическими путями начало этой войны просто невозможно. И да, хотелось бы встретить ее еще в лучшем состоянии, чем сейчас, но... Ладно, это все подождет. Мы начинаем. И да, это будет, наверное, последняя война нашей империи, последняя серьезная война нашей империи. И сейчас мы имеем все шансы для противостояния противнику. Все наши флотилии выдвигаются вперед. Надо сказать, что флотилий у нас и так, в принципе, много. Но... То, что их много, не делает нас панетически победителями. А вот что делает, это их качество. Наш флот сейчас это сильнейший флот в мире. И в этом нет никаких сомнений. Невидно, если флот выдвинется в район побережья Америки. Огромные подразделения немецкого флота готовятся начать самую масштабную высадку в истории. В это же время рейдовые флотилии заняли свои позиции и готовятся начать свои операции с другого побережья. Также в Берингово море поправляется небольшая группа, которая займется захватом непосредственно Аляски. По всем остальным же территориям флот занял выжидающую позицию и будет отталкиваться от того, насколько быстро враг проявит свою инициативу. После того, как станет понятно, куда отправятся вражеские флотилии, некоторое количество наших кораблей отправится на перехват. Ну что ж, с нами Бог. Вперед. Первый бой этой войны выглядит даже практически честно. Два вражеских линкора. Один из них уже знакомый нам Итан Аллен, Бенсон. И два линейных крейсера против одного нашего супер линкора и одного тяжелого линкора. В противнике также есть массированная поддержка тяжелыми крейсерами, причем вполне себе с виду неплохими. Надо сказать, что Саратога неплохой линейный крейсер. Есть еще более... Подожди, здесь... Да, у нас два разных классовых крейсера. Бенсон также обладает очень меньшим шиким калибром, 4,47 мм, как-никак. Да, Итан Аллен куда более мощный корабль, но тем не менее. Наш же здесь Вандертан. Это вполне себе приличный тяжелый крейсер. Думаю, что он сможет ставить, скажем так, конкуренцию вражескому. И целая куча сил прикрытия, в том числе с дальнобойными мощными торпедами. Ну что ж, посмотрим, что представляет из себя американский флот сейчас. Итак, начинается движение. Вражеские линейные силы представлены, в общем, тоже знакомыми нам кораблями. Хотя некоторые из них представляют интерес. Это что-то гораздо более новое, чем то, к чему он привыкли. Тем не менее, не думаю, что это серьезная угроза. Но их больше. Нельзя об этом забывать. Мы начинаем разворот на нашей крейсерской скорости. Это обновленные линкоры класса НОСАУ, 2479 мм. И рядом с ними последний модифицированный наш же привычный гейсмарк на стероидах. Правда, в данном случае это у нас всего лишь, да. Это не модернизированный вариант, 38-го года, если мне память не изменяет. У него нет нового радара. Впрочем, все равно это весьма мощный и серьезный корабль. В-18-й, по-моему, если мне не ошибает, это серия В-18. Что тоже неплохо. Да, естественно, свандертан, который привычно будет следовать за нашими линкорами. Главное, чтобы он не влупил в наш линкор торпеду. Но, впрочем, мы все знаем, что наши крейсера, к сожалению, слишком любят это делать. Марс от Тюрингия. Естественно. Кайзер Вильгейм, по-моему, однотипный с ним, да? Да, это однотипный с ними. Здесь у нас есть Тюрингия еще одна и эсминцы. Так, я так понимаю, что вышедший из четырех узлов, оно не даст. Так, эсминцы. Давайте пока что выведем их куда-нибудь туда. Пойдут на второй заход. В скором времени должны пойти торпедные залпы. По нам активно стреляют. Есть. Торпедный залп пошел. Здесь также идут торпеды. Так, плохо. Гендер мы. Подворачиваемся. Здесь. Там даже есть кондор. Непривычно. Так. Линкоры продолжают вести огонь. Теперь сразу корабли уже получили тяжелые попадания. Кстати, заодно проверим и утяжеленную броню наших новых линкоров. Отлично, торпеды пошли. Результат пока более чем сносный. Так, здесь мы запретим стрельбу под педами. Так. Эсминцы дали залп. Точнее, только один из них почему-то. Это В-6. Господи, они все еще есть на вооружении. Сколько у него дистанция пускает? 13 километров, но нет, он не сможет дать залп. Уходим. Я думал, они полностью списаны. Даем дымы. Дизанц линкоров уже прям совсем тяжело. И второй тоже не улучшим. Надо отметить, корабли очень компактные и с виду весьма эффективные. Так, торпеды на перезарядке, на перезарядке, на перезарядке. Хорошо. По нам вилд огонь, причем тяжелый. Огонь фейс. Полетел залп. Это, по-моему, 200 трошки. А вот эти вот огромные вспышки явно не они. Не пройдите. То есть, возможно, нам требуется усиливать вооружение. Ну, пожалуй, Мне кажется, что в этой войне мы справимся и без усиливых тех пор, однако вместо насау надо будет построить корабль более высокого класса. Возможно, это будет что-то с 500-миллиметровыми пунктами. Возможно. Вайоминг все. Так. Да, по-прежнему все те же самые системы, так что. Бен. Матчность 47 миллиметров. Броня. Ей нет. То есть, это не смешно. Эти корабли рассыпятся от одного впадания. Витек. Кстати, 358, Mark III. Радар. Стереоскопы 5. Вот этот корабль поинтереснее. 33 узла. И отсутствующая броня. А ты у нас что? Это СА? А, это, по-моему, знакомые на Миссажке, да? Да. Ну, кстати, неплохо бронированные. Представляют угрозу для любых наших нефигурных. Фансы, но, кстати, да, первого поколения Радар. Каинг 5, кстати. Ну, в целом, это Кима. Растепенный огонь, конечно же, у нас очень неплохо работает. Так, сейчас на САУ. Сейчас будет на САУ. Давайте на САУ будет уже с никлонным калибром, все-таки, не по С-минусу. К счастью, пока что, как я понял, броня наших линкоров не повреждена. По-моему, не было вообще накрытий, так что... О, чрезмерное пробитие 380. Ох, как хорошо. Вот это было максимально, и у партельника неприятно. Корабля конец. Пенсен отправляется на дно. Я вот главный артуре и термин. Так, приоритет стрельба по вражеским линейным глиссерам. Положимся на курс преследования. Эсминцы тоже выворачиваются. Как и легких глиссерам. Они уже успели уйти достаточно далеко, но это не проблема. Так, скоростью вернуться. Вражеские линейные крейсера, конечно, смогут у нас уйти, если смогут набрать дистанцию. Но не все. Один из них уже точно никуда не уйдет. Гайнер, без шансов. Мне кажется, они решили дать нам бой. Что ж, это решение весьма храброе. Это отважно. Но боюсь, что шансов у них немного. И в броне выдержит огонь даже... Кто уж говорить про наш главный калибр. Но противник начал... Скажем так... Впередом, по-первых, попадание по нашим кораблям. Насау в огне. Да, броня вряд ли будет пробита. И у врага не несет. Так. Ох, вспышка огня на вражеском ботокузере. Кошмар. Огромный корабль появляется. Роботом был потерь. О, черт, я слишком пустился. Крайчик. Часть упротазы на моих кораблях очень хорошая. На сау как будто бы плевать. Ну, в общем-то, так и есть. На сау плевать. Такие попадания. И так пытаются уйти. Полинфор получает приказ уничтожить противника. У нас есть два вражеских тяжелых крейсера, что мне не очень нравится. Трайцы мы выведем на бой с ними вундертан. На оптимальной 27-ми километровой скорости. 27-ми угловой скорости. Вундертан управляется на перехват. Вундертан управляется на перехват. Сморозом от экипажа. Все больше и больше воды. Противник теряет ход. С другой стороны начнем отработать легкие крейсера. Конечно, они не настолько мощны, но... Прекрасно. Остались вражеские тяжелые крейсера. Укоррщаем дистанцию. Вундертан. На курсе. Пока не очень высокие шансы попадания. Я так понимаю, противник уходит. Да, догонять их практически бессмысленно. Ой, какой странный тяжелый крейсер. Совсем странный. Ладно, догонять 30-узловые тяжелые крейсера это не самая лучшая идея. Мы их догоним, конечно, но мы можем в итоге получить проблемы. Пусть уходит. Так как периодически мы стали сталкиваться с более мощными американскими кораблями, которые мы, в теории, можем не пробить, было принято решение построить линкор максимальных характеристик. К слову, минутка забавности, игра сама его так назвала. Так вот, Х-класс это линкор с невероятными 530-мм пушками, 9 орудий, не очень мощная второстепенная артиллерия. Тут всего лишь 4 установки 203 мм, сдвоенных с каждой стороны и исчетверенные 127. Не буду врать, не самое лучшее вооружение. Однако, это корабль максимального артиллерийского преимущества. 25 миллионов стоит это чудовище. 25 миллиардов стоит это чудовище. И я думаю, что оно себя окупит. Компания, очевидно, подходит к концу. И сейчас я хочу немножко поговорить о том, почему, скорее всего, следующая компания будет не очень скоро. Ну, надо понимать, что ни одного толкового интересного сражения со штатами так и не было. Несмотря на огромный ВВП, ну, в общем, да, ничего стоящего штаты так и не выстрелили. Но это понятно, моя империя в этой партии слишком сильна. А сейчас вы можете видеть прекрасное. Если что, вот так этот линкор плывет уже минуты 4. Он плывет почти из лобового столкновения с противником. И да, вот только сейчас он начал сниграть скорость. Но если вы включите скорость, вы заметите, что, ну, как бы, поворачивать он не особо-то хочет. И нет, вопрос не в том, что корабль имеет очень высокий радиус циркуляции. Нет, он просто не слушается никаких команд. Вообще. Абсолютно. И понимаете, в чем проблема? Когда ты уже сталкиваешься с таким 10-й, 11-й раз, это просто начинает уничтожать тебя. То есть, когда ты делаешь это все на... Вы видите, он начал поворачивать в другую сторону. Я считаю, это прекрасно. Так вот, дело в том, что это встречается регулярно. И ладно это. Всем знакомая бомбежка на торпеды своих достигла неведанных масштабов. Сейчас... Понимаете, вот ситуации, когда один строй торпедных крейсеров выпускает торпеды по членам своего строя в упор, это нормально. Ну, не то, чтобы прям это по каждой битву случается, но начиная с тех времен, когда ты получаешь кислородные торпеды, крейсера очень любят кинуть торпеды на фон своему союзнику. Вы скажете, так не делай. Так это невозможно контролировать так. Это... Это... Речь идет даже не о том, что они выпустили торпеду по союзнику. Их бы с ним союзником. Нет, они выпускают торпеду прям по члену своего строя. То есть, вперед, прям на ход. То есть... У меня бывал случай, когда быстроходный крейсер напарывался на свою же торпеду. Ну, по крайней мере, так выглядело. Ну, это ж просто... Это... Это за рамками. А знаете, что самое забавное? Когда у тебя отыгрывается 10, 15, 20, 30 боев, и из них где-то десятка уходит в отстой, потому что у тебя либо союзный пуск, причем из того положения, когда ты вообще не думаешь, что они могут пустить торпеду. При этом, конечно же, когда тебе нужно, чтобы торпеда была пущена, допустим, в упор к противнику, твои крейсера никогда не выпустят торпеду. И это ладно. Это еще не самый раздражающий баг. Но то, что вы сейчас видите, это один из самых раздражающих. Дело в том, что... Окей, бывают варианты, когда ты запускаешь бой, и у тебя корабли вообще ничего не слушаются. Ничего не делают. Никакие твои приказы, ничто не может повлиять. Они даже не стреляют частенько. Это понятно, это неприятно, перезапуск битвы, ничего страшного. Вот это вот один из самых раздражающих, когда у тебя в начале все работает, а в конце битвы у тебя все ломается. И знаете, что самое прикольное? Этого раньше не было. Но если вы думаете, что это самое плохое... Нет, 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 нет. Это раздражает. Да, это бесит. Но... Ладно. Потому что по-настоящему бесит, это когда у тебя не стреляют главные калибры вообще. И ладно главный. Когда у тебя вообще ничего не стреляют. У тебя корабль может стрелять, 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 а потом перестать. Вообще. Он навел орудие. Он делал выстрелы, а теперь не делает. И многие ему сказали, да видно какая-то проблема, возможно, у тебя корабль не так довернут. Но я нашел способ, как это решить. Вам необходимо повернуть корабль таким образом, чтобы хотя бы часть вашего главного калибра не стреляла по противнику. А затем и вернуть обратно. Я считаю, что где-то процентов 80. После этого главные башни разблокируются, когда надо развести огонь. Сейчас, к слову, скорее всего, вот эта вот циркуляция бесконечная будет. Можно нажать, я на кнопочку, чтобы они нет торпеды. Или нет. Или да. Да. Частенько бывает именно из-за этого вопрос, какие тут начисто торпеды. И понимаете, если бы игра была бы в Бетте, прям, или в Альфе, это было упростительно. Но самое поразительное, в Альфе и Бетте не было таких проблем. Это свежая проблема, она появилась недавно. Такого трэша в игре не было. Вот до последних патчей. Более того, раньше корабли били себя более предсказуемо. Снаряды работали лучше. Да и в целом было меньше странных моментов. Теперь же все это выглядит странно. Я уж молчу про оптимизацию, которая внезапно со времен Бетты улучшилась. Я не просто так купил эту игру на закрытой Альфе. То есть, нет. Я купил ее, потому что она работала хорошо. Вы думаете, вот такие пролаги были раньше? Нет, их не было. Почему-то раньше игра работала стабилнее. Я тотально зашел и проверил свои старые видосы. Нет, таких проблем не было. Это именно недавно, ну как недавно, ну тоже год как, появилось. У меня есть вопросы. Кто черта вообще? И понимаете, в чем беда? Мне нравится Ultimate Admiral. Но когда в добрую половину компании ты занимаешься переигрыванием сражений. Уже не из-за того, что ты криворути. Нет, я криворути. Бывают и из-за этого переигрывания. А из-за того, что игра просто не работает. Как надо. Это раздражает, это бесит. Я промолчу про совершенно безумную систему морского вторжения. Которая не работает нормально вообще. Понимаете, это дурацкое древо. Такой дурацкий костыль, типа. Нам нужно 100 тысяч водоизвещения, чтобы начать вторжение. Что делать с раненими эпохами? Ну, так надо есть броненосы. Там иногда для вторжения требуется 1-2 тысячи водоизвещения. А тебе нужно пригнать 100 тысяч, чтобы заходить в какой-то сраный остров. Почему? Я понимаю, почему. Кривость разработчиков. И попытка заботиться там в игроке. Но это странно. Это не работает. Если кто не понял, идея в том, что, скорее всего, яичник высылает бесконечные запросы на морские вторжения в маленькие регионы. Введя ограничения на 100 тысяч, они, как бы, скорее всего, препятствуют ситуации, когда яичник будет торгаться в малозначимой территории. Хотя за последние, хрен знает сколько партий, у меня ни разу не было вторжения и на моей территории. Так что, не знаю. Ладно. И в целом-то, я повторюсь, игра мне нравится. Но вот эти вот баги... И знаете, что самое худшее? Вместо того, чтобы дорабатывать игру, делать что-то интересное. Ну, в смысле, как интересное, в смысле, наконец-то, доработать некоторые механики, которые прям нужны этой игре. Вместо того, чтобы как-то решить проблемы с багами, заработчики себе, а мы делаем ДЛЦ на мультиплеер. И я такой, что? Что, черт возьми? ДЛЦ за мультиплеер? На мультиплеер? А я его еще не получил. Я купил эту игру за 5 тысяч рублей. За 5. Это было еще до всяких санкций. Знаете, что мне за это дали? Ничего, кроме самой игры. Нет, ладно. Я согласен, что игра для меня себя купила полностью. Но могли бы хотя бы, блин, ну, старым бейкерам выдать что-то за это. Неправильно на мультиплеер. Но самое поразительное в том, что я не вижу ничего в среднем против ДЛЦ. То есть, проблематика в том, что ДЛЦ это не проблема. Вон, недавно в потолкомке Трезистанс вышел ДЛЦ на ВДВ. И это откровенно ДЛЦ для того, чтобы заработать денег. Потому что компания явно не справляется с вопросами финансирования. Я его купил. Поддерживайте разработчиков. Потому что игра улучшается. И, блин, изменения, которые достигаются в тоталкомплекте, мне очень нравятся. Команда прям работает. Я в этой игре провел много времени. И она заслуживает ДЛЦ. Ведь она в своей базе работает. Да, с проблемами, но работает. И игра пока еще в раннем доступе. Эта игра уже давно не в раннем доступе. И она не работает. Она работает хуже, чем раньше. То есть, я не вижу улучшения. Я вижу ухудшения. Ладно. Закончим с моим бубнежом. Все-таки, слава богу, корабли разблокировались. И мы можем завершить этот бой. Сейчас будет, скорее всего, может быть, будет еще один-два каких-то боев. Потому что, ну, на данный момент, то есть, транспорт компании очевиден. Просто очевиден. Сентябрь 50-го года. И все восточное побережье США захвачено. Осталось лишь западное. И с западом все будет не так просто. Дело в том, что наши силы измотаны. Наши транспорты выбиты почти полностью. Все, еще чуть-чуть и мы начнем значительно терять в экономических потенциалах. Поэтому, поскольку мы не особо ограничены временными рамками. И уже очевидно, что никто в этом мире не сможет нам противостоять. Германия абсолютно победила. Мы, наверное, все-таки будем проводить мирные переговоры. Затем перегруппировка. И будем добивать Штаты. Добивать их окончательно. Бесповоротно. Надо отметить, что у противника остался еще Датч Харбор. И, наверное, мы его тоже со временем захватим. Но, возможно, за это время Штаты смогут хоть что-то отстроить. Надо сказать, что их флот по-прежнему весьма силен. Правда, не показывается почти никогда. И, в целом, если вы спросите, где были битвы. В основном, битвы были крайне скучными. Ну, то есть, это в основном тяжелые крейсера и очень-очень-очень скучные линкоры, которые не имели ни единого шанса. То есть, это прям совсем грустное сражение. Поэтому, да, мы идем на перемирие. Временно. Ну, и затем некоторую модернизацию кораблей. Тем более, что нам действительно надо модернизировать наши корабли. Ну, и в 50-м году, в ноябре, подписан мир. И у нас много чего есть для захвата. Ну, алиуты, наверное, мы захватим и так. Ну, а в нем Палестину, Либанон, Мадейру, Галапагосы, Аравию. Давайте-то алиуты все-таки. И, знаете, я бы, наверное, хотел посмотреть что-нибудь из новиночек. Слушайте, Нью-Йорк за 6 миллиардов. Кикольно. Филиппины, если учи, то интересно. Я просто хочу посмотреть на эти корабли. Тем более, что финансально они очень даже неплохие. Могут оказаться. Особенно после нашей модернизации. Так, 3 миллиарда ерунда. 810 миллиарда. Давайте на всякий случай возьмем. В крайнем случае, продадим. То есть, возьмем что-нибудь подороже. Потому что они могут не согласиться отдавать самые лучшие свои корабли. Решат отдать деньгами. Давайте возьмем Теннесси. Вот так вот для полного этого. Мы, скорее всего, все эти корабли разберем. Хотя, возможно, они останутся у нас в строю. Посмотрим. Так. А есть что-нибудь еще из линейных крейсеров? Есть Сашки. Так. Ну, в целом. Нет, не будем брать легкие крейсера за лям-100. Окей, 33 миллиарда еще и. Да, нам дали все, что мы просили. Замечательно. Нам и дали кучу провинций. 47 миллиардов сверху. Замечательно. Ну и теперь давайте посмотрим на результат. На данный момент мы... Так. Нет. Мы все-таки самая богатая страна в мире. Один миллиард ВП. Да. Ой, один миллиард. Господи. Что ж я несу-то? Пять и шесть миллиардов. Это же не миллиарды. Это триллиар... Ну, короче, вы поняли. ВВП наш... Нет, подожди. Миллионы, миллиарды. Да. Пять триллионов, да? Да. Я что-то как-то отвык. Арбар, работать со столько высокими цифрами. Это самый большой флот. На этом, в принципе, можно завершать... Что? Ладно. Это весьма забавно. Ну, ладно. Так. Давайте посмотрим теперь на корабли. Сначала мы зайдем, естественно, в дизайн. У нас есть... Оу. Даниэль. Мы его не можем строить. Да, это уже знакомые. Правда, что ли? Да, это знакомые. А Нью-Хэмпшир, это что? Ой, какое старье-то. Господи, зачем я это взял? Ладно. Вот это, скорее всего, отправится в отстойник. Он прям, ну, совсем грустный. Ну, а вот... А что по тяжелому? Ой, слушайте, а вот... Линкор вполне себе интересный. Сейчас займемся модернизацией. Ну, и дабы он не смотрелся сомнительно, мы будем его переформировать. У нас есть, кстати... Господи, это что, укороченные, что ли? Вы серьезно? Тут укороченные пушки! Господи! А это что у нас? Это Modern Tower 3, а у нас есть пятый. Естественно, мы снимаем это недоразумение. Да и в целом тут добрую половину всего придется снимать. Так. Кто-то очень не качался. Так. Ну, вот так-то оно... Слушайте, какие... Я хочу отметить, что мне очень нравится внешний вид топовых американских модулей. Это выглядит, правда, интересно. Ой, еще здесь броню это... Какой кошмар-то. Так, а вторичная башня... Это у нас что? Modern Secondary Tower 3. Но мы можем поставить сюда пятерочку. Зачем нам ставить сюда троечку? Тогда можно поставить что-то поинтереснее. Что? Она не вылезает? Ну, давайте разожрем его до максимума. Да, вот так влезет. Теперь новая труба. Я думаю, что сюда должна влезть мегафану. Одна. А просто в том, что сюда влезет? Нет. Ну, хорошо. В принципе, с такой скоростью это приемлемо. Что по пушкам? Здесь еще стоит 371. Я, окрестно говоря, не очень. Давайте смотреть, что у нас есть. Из центр-лайнов у нас есть... Например, у нас есть 457 Mark III. 406 Mark V. Давайте попробуем. Что у нас тут? А если так? Ой, какие красивые. Нормально влезет? Влезет нормально. Вес, конечно, у них немножко побольше, чем у этого недоразумения. Ну, в целом, конечно... Ой, господи. Масло... Кстати, дизель. Ставим дизель 2, естественно. Зачем нам? Газовые турбины будут перебор. Давайте удобный двигатель 2. Ну, вал 2, в принципе, ок. Давайте оставляем модерн 2. Антиторпеда. Ой, тут тройки за глаза-то. Двойной цитадель 3. Господи. Какой кошмар. Хорошо. Стандартное соотношение. Базовый взрыватель. Я так начинаю думать, что возможно, возможно, нам стоит брать мягкую крышку. Я давно не разбирался с снарядами, просто беру автоматически самые... Тут у нас есть... Нет, слушайте, ну... У меня возникает ощущение, что мне нужна... Не, ну, мягкая крышка... Клёво, но минус 50 время взрыва это совсем уж грустно. У нас обычно просто перепробитие. И вот перепробитие здесь прям, ну, слишком сильны. А если мы так сделаем, промитие минус 55, теоретически это будет позволять сшить... Потому что у нас сейчас иногда случаются чрезмерные промития пугацами, как бы. Ладно, здесь даже... Давайте ставим базовый взрыватель. Почему бы нет? И здесь... Ну, честно говоря, конечно, специфичный выбор по пробивной. А вот знаете, наверное, на своих суперлинкорах я как раз таки введу полупробивные. Они выглядят поинтереснее. Хорошо, у нас сейчас 85. Кстати, он сильно подорожал, но, в принципе... У них трипл-бейст, ТНТ-4. Можем поставить авто 2, вполне. Нет уж тут хорошая поворотная башня, стереоскопы 5. Сонар можно один поставить. Третье поколение радаров. Окей, броня у корабля, мусор. Ну, в смысле, вот сейчас тут стоит мусор. Это несерьезно. Ой, какие здесь классные-то башни. Че-то, вы посмотрите на это. Вы хотите сказать... У него есть нормальные маунты на 152? А... Ну, нет, на 200 нет. А 178? А можно мне так же? Можно мы и немецкие корабли будут иметь такие интересные маунты? Ладно. Я так понимаю, это под соточку? Нет. В общем, в 76. Допустим. Ну, я не уверен, что они имеют смысл. Мне кажется, что это просто уменьшит количество... Увеличит количество проблематичных установок. Здесь чувствуется... Зачем оно здесь стоит? Нафиг не нужно. Вот это вот зачем? Вот чтобы что? Чем оно поможет здесь? Ну, вот это вот сюда однозначно. Хорошо. Мы можем сюда поставить барбет. Я хочу поставить высокий барбет. И впихнуть сюда еще один 178. Потому что мы можем. Это будет трехстволка. Вот в такой же системе. Хорошо. 90%. У нас все вспомогательное вооружение... Это, в общем, еще по 4 установки на борт и одна на оба борта. То есть, ну, на борт на стреляет 4... 12 стволов 178 миллиметров. На мой взгляд, вполне себе достаточно. Да, мы не будем добавлять другие калибры. Теперь давайте здесь. Во-первых, мы сделаем вот так. Вот это очень нужно, как и здесь. Простите. Нет, не получится. Все хорошо. А где находятся еще эти дурацкие установки? Господи. А... Нет, мне правда интересно. А чтобы что они сюда ставятся? По толку от них здесь практически никакого. Так, ну вот он уже более-менее приличный. Кстати, ну... Ну, это, конечно, не смешно. Хотя бы вот так вот. Здесь 200 главной палубы. Что вообще? Кто это проектировал? Зачем? 120 настройки вполне себе. Боевая башня практически не забронирована. Давайте главную палубу 300-ки ставим. У нас смещение веса на корму. То есть, нам нужно сдвинуть башню где-нибудь вот сюда. Нормально. Не, ну, в идеале, все-таки немножко отодвинуть. Чтобы был больше угол свободного маневрирования. Вот здесь мы можем сдвинуть. Где-то вот так вот. Ну, ничего страшного. Небольшое смещение на корму не страшно. Так, хорошо. Башня кругового. Замечательно. Давайте мы, наверное, все-таки тогда немножко увеличим передний бронепоезд. Тем более, что корабль все-таки... Вот так. Так вот. 350 миллиметров главной бронепалубы вставим. Вставим. 45 миллиметров главного бронепоезда. Нет. 430. 420 миллиметров. Ну, хорошо. 410. 400. Не понял. Окей. Нет. 350. Вы скажете, что это бич. Я соглашусь, но... Вот это вот бич. Нужно хотя бы так. Давайте 250 главной палубы. 180. 180. 450. Так. Ну, меньше уменьшать основной бронепоезд смысла нет. Давайте здесь делаем 50. Здесь делаем 10. Здесь делаем 70. Вот он. Хорошо. В целом ситуация стала поинтереснее. Мы можем снова сдвинуть, кстати. Вот таким вот образом. Хорошо. Это модернизированный корабль. И, если честно, мне он кажется вполне себе неплохим. Даниэль Иноуе. Господи, какие же у них названия странные. 31,9 узла. Да. 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 Вот он. Сохраняем. Линейный крейсер, конечно, у американцев тоже весьма сомнительный. Мне кажется, что наши технологии позволят сделать его куда лучше. Конечно, начнем мы с замены башни. У нас есть более лучший вариант. Какие есть интересные барбеты. Есть основной калибр 368. Честно говоря, не вижу. Нет, хотя, ну, в принципе, длинейного крейсера это даже вроде как ничего-то. Хорошо, ставим вот эту вот башню. Пока убираем трубы. Убираем местные барбеты. Здесь стоит Modern Secondary Tower. У нас почти гарантированно есть улучшенная версия. Да. Вот так вот. Я так понимаю, сюда можно поставить очень... Во-первых, сюда, как минимум. По идее, мы должны иметь возможность ставить трубу. А можно ее сделать? Да. Мы можем сделать вот так вот. КПД двигателя 30. Скорость. Ну, подожди. Дизель 2. Ну, как по мне, так тут нужны... Во-первых, давайте 35 узлов. Я думаю, что... 36 узлов. Хорошо. 36 узлов. Это газ турбины. Дизель здесь будет очень неуми. Нет, мы можем пойти во все тяжкие. Давайте сделаем газ. Прям совсем упоримся по скорости. Почему бы? Нет. Корабль все равно трофейный, интересный. Поэтому, ну, мы будем заниматься немножко не тем. Так, хорошо. Тут 368 миллиметров. Давайте смотреть. Что мы можем поставить? Можем поставить 380. В принципе, в трехствольных установках они сюда не лезут. Да? Ладно. Даже 367 сюда не лезут. Господа. Вы там... У вас все в порядке? Нет. Ну, ладно. Давайте уменьшим калибр. Почему бы? Нет. Поставим лучшие снаряды, которые мы можем. Разожрем эти пушки. Сделаем так, чтобы они прям вот решали. Да, он будет не самый вооруженный. Но... Ну, ладно. Давайте попробуем апнуть именно калибр. Улучшаем до максимума. Это будет... Слушайте, давайте попробуем уменьшить калибр 380. Они у меня поудачнее будут. 380. Трехстволочки. Сюда. Сюда. И давайте уменьшаем калибр. Так. А. Мы не можем уменьшать калибр. Я понял. Это логично, в принципе. Обрезать мы все это не будем, конечно же. Это не особо осмысленно. Давайте увеличиваем длину, увеличиваем диаметр. Да, в принципе, 352 миллиметра. Это будут пушки. В целом, не самый худший вариант, между прочим. Так. И при этом у нас смещение веса на корму. Странно. А, ну, в принципе, ничего странного. В принципе, у нас крайне смещены настройки. Давайте посмотрим, что у нас по ширине. Так. Ширина в минусе. Давайте увеличим ширину. Попробуем сюда поставить барбеты. У американцев есть интересные барбеты. Пойди. Так. Для начала, конечно же, мы воспользуемся нашей любимой системой. Давайте высокий барбет. И вот сюда вот. Ставим сюда до пушки. Я все-таки хочу 178. Нет, не сюда. Так. Куда-нибудь они еще вставляются? Нет. Хорошо. А 152 миллиметра? Угу. Тоже нет. 127. Много куда. Давайте попробуем 127. Это, конечно, немножко устаревший калибр. В целом, не самый худший вариант. Хорошо. Вот 127. Мы можем еще фигачить это. Нет, не можем. Окей. Для этого корабля, в целом, как будто бы выглядит неплохо. Меня смущают несколько вот эти вот пушки. Так. По какой-то причине, мне их надо вращать. Почему смещение веса на порт? Здесь все нормально. А. Понятно. Вот таким вот образом. Замечательно. Так. Барбет. Конечно, хочется вставить сюда что-нибудь еще. Ну, допустим, если мы сюда поставим вот так вот 200-3. Но, с другой стороны, зачем, если мы можем сделать этот корабль, а мы можем сделать этот корабль более эффективным в этом плане? Мне кажется, что не можем. У нас еще, хотя тут броня весьма приличная, так что, в принципе, давайте попробуем. Мы можем попробовать ебануть сюда еще одну башню. Ну, нет, в 4% мы никак не уложимся. Ну, вообще никак. Я боюсь, что даже... Даже вот так вот там не очень уложимся. Давайте посмотрим, попробуем вставить пикательную на ствольную четырехстволку. Она еще не может стрелять наперед. Хорошо. Тоже не может. Что, только толп? Не вопрос, поставим толп. Хорошо ты работаешь. И ты даже влезаешь. Выглядит, конечно, не так как уродливо. Но... Окей. Американский корабль, что вы от него хотите. 97% у нас смещение веса на корму. Мы ее немножко можем вот так вот сделать. Замечательно. Мелкие орудия мы не будем... У нас есть торпеды? Чего? Чем? Чтобы что? Шутка какая-то. Нам не нужны торпеды. Эм... Господи. Кошмар. Так, хорошо. Пироксилин. Ну, ладно. Нет, у нас стандартные боеприпасы. Стандартный размер. Увеличенный стандарт. Стандарт. Баллист-крышка. Баллист-крышка. Хорошо. Тройная база. Ну, все-таки антиторпеды 3. Не вижу смысла ставить вторую. Электроруль 2. Ну, давайте электрогидравлику. Раз уж мы... Так, просторные помещения. Это странно. Ноль осадки. Не вижу смысла ставить... 15 тысяч километров нормально. Броня. Вот тут все интересно. Вообще, для линейного крейсера все очень даже прилично. Ааа... Ну... Вот так вот, конечно, было бы лучше, наверное. Так, а вот это мне не нравится. Давайте 200, 200. Настройка 120. Боевая башня 500. Смотрим по башням. Ну, в принципе, башни нормально. У нас смещение веса теперь на нос. Ну, в принципе, неудивительно. Наверное, мы его ликвидируем с движением прям капитальным конструкций. Тем более, что не так сложно. У нас нет развитых барбетов тут. Хорошо. Да, собственно. Без развитых барбетов двигать туда проще. Ааа... У нас смещение веса на нос по-прежнему сохраняется. А теперь у нас смещение веса на кран. Хорошо. Вот таким вот образом. Окей, корабль уже выглядит неплохо. Мы увеличиваем его возможности против подводных водок. Естественно, ставим лучший стереоскопический дальномер. Броня от Стадели, мое почтение, вообще-то как бы внушительно. Он 203. Мы увеличиваем длину. Это нужно. Я бы сказал, что нам было бы неплохо увеличить... А, я же вспомнил. Это не работает. Так, вот это вот у меня работает. Где 57 миллиметров? Вот это вот, как у нас здесь еще осталось. Где еще эти гребаные пушки? У меня где-то здесь есть гребаные 50 миллиметров. Кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей. Я же не люблю эти орудия. Они такие классные. Скобочка. Так, подождите. Ну где-то же они должны быть. А, все, они исчезли. Замечательно. Вот он. Так, по орудиям вроде все нормально. 29 месяцев в рибере вон-то. Да мы по факту перестраиваем корабль с нуля, так что, в принципе, понятно. Чтобы улучшить репутацию среди американцев, было принято решение сформировать именно чисто американскую эскадру. Ну и чтобы она была не из двух корабля, а все-таки хотя бы из трех, американский дредноут было принято решение привести в адекватное состояние. Он будет полностью отреставрирован и приведен в современный боевой статус. То есть, замена пушек, замена всего, что возможно. Время на это потребуется, времени на это потребуется очень много. Однако, как проект имиджевый, это хорошая идея. Именно этой идеей мы и займемся. Итак, ну конечно же с самого начала мы уберем вот эти вот лишние пушки. Так и что у нас здесь стоит? 383 миллиметра. В целом, как будто бы неплохое решение. Это не самый тяжелый корабль из всех. Поэтому, ну, почему бы не оставить здесь его родные пушки. 383, так, смотрим. Здесь стоит Modern Tower 2, а у нас есть Modern Tower 3. То есть мы убираем вот эту вот ерунду, ставим более современную систему. Но, правда, для этого нам потребуется сделать усиление. Да, давайте сделаем вот так вот. Уберем осадку, естественно. Это негативно сказывается на корабле. Так что, нет, так мы не можем. Хорошо. Основное орудие центральной пушки 383 миллиметра. Вот он. На, да, она сюда встает. Дополнительные башни. Modern, Secondary Tower. Давайте куда-нибудь вот сюда вот. Сейчас попробуем впихнуть. Так. Рально сюда там вописивается. С его КПД это не то, чтобы очень страшно. Мы не будем сюда цепить. Хотя, конечно, есть соблазн бахнуть сюда. Так, а что у нас здесь? Это Light Funnel. Зачем нам Light Funnel? Мы можем сюда поставить пол. Не можем? Сюда Light Funnel 4. Хорошо. А давайте он будет 30-ти узловой. И 2. И масло 3. Нет. Видимо, выше 28 узлов корабль не сможет идти. Хорошо. Давайте 27. Уж то уж тут как бы. Хорошо. А, КПД из-за этого вполне себе достаточен. Так. Мы можем сюда поставить. Тогда давайте посмотрим. Встают ли сюда 78? Потому что если встать... Вот и мои хорошие. Они сюда прекрасно встают. Это означает, что мы можем очень даже неплохо поставить здесь хорошую, я бы сказал, даже отличную батарею 178-ми миллиметровых пушек. Ай, почему же не допустите барбет? Ну, нельзя так нельзя. Ладно. Дополнительные пушки стоят встать 8-ми миллиметров. Докстрольная сюда. Это можно, наверное, все-таки без смещения. Да. Конечно, было бы клево, если бы был бы барбет. Но, ладно. Так. У нас смещение веса на нос. Поэтому можно спокойно все тут двинуть. Так. А давайте, собственно, двигать. Хорошо. Вот это вот сюда. Давайте вот так вот. Вторичная башня. Вот она. Сюда встает. Хорошо. Нос по-прежнему смещение. Вот так вот. У нас круче. Господи. Ну, понятно. Так. Барбеты 3. Антиторпеды 3. Тройной низ корпуса. Смотрю, эта штука вообще ни разу не... Не было никаких компромиссов на тему противоторпедной защиты. Здесь носовой взрыватель. Давайте баллистическая крышка. Здесь тоже баллистический колпачок. Трубчатая тройная база. Авто 2, кстати. Удивительно. Стероскопы 5. Третье поколение радара. РДФ. Сонар 1. Ооооо. Ну, как бы это несерьезно. Давайте 300 пробуем так. По 200 здесь. Стройка. Ну, тогда... 250... 280... 280... 380... 380... 370... 360... Давайте пробуем уменьшить. Ну, в принципе, они все примерно на одинаковую дистанцию. Так, стандарт здесь пойдет. Здесь у нас все хорошо. Что по ба... Ой, башня, кстати, хорошо. Вот разобронированная мне нравится. Попробуем... Сделать... Сделать... Вот... Ну, нет... Давайте все-таки... 1... 5% получится... 6... Получится... Хорошо. Вроде как по броне нигде не... Не просели... У нас смещение веса на нос опять-таки... Не... Это плохо. Сзади мы ничего не поделаем. Ну, кроме возможности... Ну, давайте усиливать кормовой пояс. Ущерб. Ну, и давайте кормовую палубу до 210 доведем. Да, уже лучше. Ну, и вот и наш обновленный дредноут. На мой взгляд, куда лучше, чем то, что было у американцев. Это будет один из вспомогательных кораблей американской эскадры. На мой взгляд, вполне себе неплохой. В межвоенный период плод получал минорные обновления. И если большинство этих обновлений были незначительными, то вот обновления Тюрингии были действительно интересными. Корабль получил четвертую башню. Теперь в носовой конечности было две трехствольных 178-мм пушки. А также изменения в целом настроек. Странная и очень, скажем так, специфичная надстройка посреди крейсера пропала. Теперь здесь просто башня. А все четыре трехаппарата переместились в корму. Туда же переместилась дополнительная пушка. Это улучшило обстрелы, это улучшило огневую мощь. И в целом корабль стал куда более приятен. Ну и для 40-го корабля он действительно показывает приличные характеристики. За 969 миллионов у нас появился отличный и легкий крейсер. Ноябрь 54-го. Соединенные Штаты решили взять Иванш. Отстроив весьма внушительный флот, который сейчас примерно в половину нашего. И судя по данным разведкам, отстроив даже несколько суперлинкоров, хотите данные могут казаться ложными, Штаты выставили ультиматум. Возможно, рассчитывал на то, что мы, как и всегда, в подобных случаях выплатим компенсацию. Учитывая, что наша экономика позволяет иметь такие компенсации бесконечно. Ну... Да. Но, нет. Мы... Вступаем в войну. Даже просто соединение Х-класса будет достаточным для победы. Но ведь это далеко не единственное соединение в нашем флоте. Огромная армада сейчас отправится в движение. И... Боюсь, что для Штатов это будет окончательный конец. Вероятнее всего, наша армия не сможет взять сходу центральную территорию США. Однако, взять побережье мы сможем точно. А начнется последняя серьезная война в этом веке. И... И... Икс-соединение столкнулось с небольшой группой противников. Это отличный повод испытать. Ну, или хотя бы просто посмотреть на новейшие линкоры в бою. Конечно, скорее всего, противник попытается от нас уйти. Но... Ну, есть все шансы, да? Три-четыре узла. Тридцать пять узлов. Тридцать пять узлов. Ну, есть что-нибудь скоростное? Ну, в теории, наши эсминцы догоняют. Хотя бы некоторые. Ну, что ж, посмотрим. Что же противник сможет. Насколько быстро его корабли разлетятся от попадания наших линкоров. Икс-класс. Вершина развития немецкого судостроения. Надо сказать, что это единственная не прошедшая модернизация линкора в немецком плоте. Да, именно так. Именно эти корабли до тех пор имеют несколько устаревшие пушки. Хотя... Все равно сравнительно эти орудия невероятны. Некоторые из кораблей получили, видимо, повреждение от мин. Но... Это не так страшно. И станция, на которой эти корабли могут вести огонь, просто... ужасает. Хотя точность, конечно же, может... желают страдать лучше. Вероятнее всего хватит одного попадания противника, чтобы он перестал существовать. Но пока что наша супер-размерная. Патает даже огня. Постепенность вспомогательная операция. В принципе, не удивительная. Весь этот бой очевидная. Ну... Таким огнем... Ничего не светит. Да. Потенек уничтожим. Каким-то образом поездом получил повреждение. Видимо, я поразевал что-то. Ну, ничего страшного. На что это самонадеянность? Ну... Почему бы это? Увы. Но увидеть супер-линкоры так и не получилось. Более того, их не было. Зато мы, возможно, увидим один из супер-линейных крейсеров. Да. Октябрь 55-го. Это абсолютная победа. Мы взяли все возможные территории. В данный момент наша империя на самом деле проходит через... К сожалению, да. Мы не смогли захватить централку, но... Да, мы буквально повсюду. Германия самая большая империя в мире. Без каких-либо вариантов. Давайте быстренько посмотрим, что у нас тут происходит. 8 миллиардов ВВП. Ну... Вы поняли, что я имею в виду под миллиардами, да? Триллионов. Наверное. Одна из немногих стран, которая не пострадала от войны, это Япония. У нее сейчас... 1 миллион плота. Это неплохо. 1 миллион 300 у штатов. У Китая 245 тысяч. У Италии 368 тысяч. Ноль. У Британии. У них всего лишь 1 миллиард ВВП. Ну, это, конечно, шутка. Видимо, для них все кончено совсем. 39 кораблей в совокупностью в 307 тысяч тонн у Советского Союза. Кстати, потенциально, скорее всего, там есть неплохие корабли. Ноль. При 5 миллиардах... Подожди... У... 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 У Франции 5 миллионов ВВП Так, подождите Я знаю буквально, где расположены все Америка Японский суслик Вы, черт возьми, серьезно 53 миллиарда ВВП с Камором У меня только что появилась идея как срочно в очень короткие сроки поднять ВВП моих владений в несколько Черт возьми, вот эти вот Это шутка такая 66 миллиардов Французская Полинезия 60 миллиардов Уругвай Как минимум это забавно Ладно Мы распределяем флот Я хочу увеличить ВВП еще больше А почему Собственно нет Так что мы отправляемся повсеместно В флотилии Ну потому что мы можем Так, это по-моему группа как раз таки Да, это Икс-класс Сан-Франциско Получить топливо Отправляться дальше Верс Бисмарк В Сан-Диего Почему бы нет Это конечно Поразительная Поразительная ерунда Так Биа-Вульф Тюринги Проклоним сюда Ну в общем да Мы сейчас Распределим все войска И затем начнем штурм Французских колоний Потому что Это правда смешно 58-й год Вскоре Выход на пенсию Но Сейчас мы Пробуем захватить Францию Для того чтобы Увеличить Некоторые Смысли ВВП Да и наконец Надо отомстить Прокольтым Бошам И Они же Боши Да Ладно И Смести эту Нацию С лица земли К слову давайте Быстренько об этой земле И пройдемся На данный момент Германия Контролирует Да практически все Вся Северная Америка Основные богатые регионы Южной Практически вся Африка Почти вся Европа У нас осталось Некоторое количество Австро-Венгрии И Италии Но Они нам не конкуренты Я конечно же Хотелось бы Вступить с ними В войну Но уже просто Не успели У нас в Азиатском Регионе Япония С которой у нас Всегда были Более-менее Нормальные отношения И все Советский Союз Исчез Америка Тоже исчезла Ну а сейчас Мы возможно Сделаем так Что исчезнет И Франция Так Давайте начнем С Камор Время То есть Каморские острова Угу Время Конечно Полиней Или И что Нихотается Да Здесь не хватает Там Наши Бывает Бывает Это конечно Моя губость Но Ладно Начнем Не с Эйк Но Надо Просто Как можно Быстрее В Семьотомбанец А Ну собственно Вот он Наш плот Да Мы немножко Протупили Ничего страшного Это Да Если что У Франции Нет никакого плота Не о чем Даже говорить Давайте Начнем С Ургвая Итак Франция Захвачена Все хорошо Страна Покоя 62 год И Последняя Страна Имеющая Агрессию К нашему Режиму Наконец То Брешает Обидеть Нам Войну Это Италия Ну что Объинить Европу Не так уж Плохая Идея Мы Быстро Разбрем С итальянским Флотом И на этом На планете Не останется Тех Кто Хотел бы Выступить Против Нас Так что Вперед Толкновение С итальянским Флотом По крайней мере Первое из них Выглядит Весьма Грустно Мы видим Весьма Современные Итальянские Крейсеры Между прочим 1 из 7 Миллиардов За тяжелый Крейсер Это Очень Неплохо Мы видим Весьма Убогий Линкор Хотя Ну 4 миллиарда За линкор Это Прямо Скажем Так Не очень И видим Умеренно Дорогие Легкие Крейсера Ну Хотя Достаточно Дорогие И В принципе Приличные О божечки Мой Сминит За 1 из 7 Миллиардов Вы серьезно Это Выглядит Весьма Весьма Опасно Ладно Все это Противостоит Икс Соединению По главе С флагманом Икс Класса И Да Соединение Теперь Обновлено Это Новейшие Марк 5 Пушки 530 Миллиметров Ну Что ж Мы хотя бы Посмотрим Итальянскую Скадру В действии Завершающей Боекомпании Наверное Я говорю Это уже Третий Раз Ладно Я думаю Вы не сильно Против Пустой Туман Атальянцы Явно Подбирали Погоду Для Противостояния Но Это Небольшая Проблема Наши Легкие Крейсера И эсминцы Выдвигаются Вперед В то же Время Пожалуй Так У нас Флагман Нет Вот Наши Флагманы Наши Корабли Поворачивают У нас Есть Повышки Они Сели По нам Уже Попали Так А Чем Попали Непонятно Итак Смотрим На вражеские Корабли Линкор Это Явно Модернизированный Корпус Старого Дребноута Не Самое Плохое Решение К слову На корабле Очень Много Спомогательных Орудий Ну Я бы Сказал Что Дополнен Достойная Штука Была Были Десять Назад Легкие Крейсера Много Торпедных Аппаратов Внушительные Пушки Интересно Это легкий Или тяжелый Крейсер Так и Не скажешь Залпы Идут Полную Пока что Мы промахиваемся Но Неудивительно Калибр Все-таки Передний Бронепояс Пробьет Где-то Чрезмерные Пробит Он Ловский Ставит Там Кажется Небольшая Подрывка Ой Проникновение По нам Пока просто Попадает Кромахин Пошел еще один Залп И еще один Попадание По нам Практически Гарантированно Ничего не нанесут Слишком мелкий Калибр У противника Так мы видим Еще один Тип кораблей Или не видим Заблокировано Поэтому Повязало Очень Так А вот это Кажись Тяжелый Крейсер А Ну Слушай Тяжелый Крейсер А Будет Очень Даже Неплохо Мне Очень Нравится Это Ориенский С Четверен Нагрузки Красивые Это Тоже Кажись Тяжелый Крейсер Красивые Так Мы пока не можем Добить Последние Корабли Нет Наши Так Наши Давайте Наверное Развернемся Дадим Дым Так Угрозный Минимум Честно Очень Не нравится Точных Наших Орудий Какая-то Она Очень Высокая По идее Должна Быть Выше Орудий Состоит Торпед Так Избегать торпед Подать дымы Противник Несет Потери От торпед Но я так понимаю Что Линейный корабль Все-таки Подорвался От попадания Пушек Еще Попадание Очевидно Легкий крейсер Как мне кажется Какой-то Странный тип Конечно Ускоряемся Много Торпедных Попаданий Собращает Дистанцию Можем себе Позволить Очень Много Скоростепенного Вооружения Не хочется Поставляться Под торпеды Но иначе Это будет Длинно Слишком Впрочем Уже И сейчас Понятно Что Ни каких-то Нормальных Шансов На Собствление У Попуст Не Страна Конечно Наши пушки Насколько Плохо Попадают Прям Ну Поставим Похо Ну Более Это был Саеш Надо Посмотреть Балистическая Крышка По-моему, это я не уверен, возможно, и меня, но предпочитают, я не понимаю. Надо было все-таки ставить мгновенное действие, в смысле носовой взрыватель. Его бы здесь хватило за глаза. Вообще, конечно, очень странно. Раньше радары давали фактически полное, ну, делали пристрелочные залпы не особо нужными. То есть радары позволяли определить точное место попадания, а еще до выстрела делали пристрелочный залп, в общем-то, бесполезным. Сейчас это невозможно, то есть сейчас все равно даже не высокую точность. Нам необходимо всегда делать пристрелочный залп, потому что, очевидно, будет странно. Да и иногда пристрелочный залп, который в точности 50-60%, а такое бывает, вызывает вопрос, почему нельзя стрелить полноценный, почему нельзя делать залпы. Ну, до сих пор непонятно, почему нельзя делать по башенному пристрелку. Почему нельзя, чтобы вначале пришел пристрелочный залп в одной башне, затем две другие башни дали уже используя данную пристрелочную залпу огонь. Странно, это очень непонятное решение, которое не делает игру лучше. Мало того, они не очень доисторичные, потому что так, ну, мы точно знаем, что у немцев были другие способы пристрелки. И, ладно бы, была бы в игре, ну, допустим, было бы в игре способ выбора поведения. Я говорю, нет. Вот такое DLC, допустим, на поведение в бою, там, на использовании разных пунктов стрелок, было бы реально прикольным. Нет. Нет, мы будем делать первые способы. Давайте посмотрим, что это за корабли. 129 миллиметров. 342. У нас очень много попаданий второстепенным вооружением. Наши второстепенные пункты просто, ну, противникам не дают ничего. Не дают отправиться. Нас даревают, конечно, в нем. Ну, не скажем, никого не крейсеров, но... Это нет, урон есть. Но это нет, большая часть. Ну, итальянцы уже не садили никакого уровня шумуя. Это не очень приятно. Ну, пока что не фактический уровень, мы потеряли корабли, но... В общем, шансы есть. Но решили, как уровень, в общем. Какая-то неудача. Сегодня мы встали. Нужно поехать. Ну, это не просто. Ветят по идее, по пежонам при стирании, Дальше, я буду доставить 203 мм. То есть, я буду раз одобраться на эту броню. Но если будет чрезмерное пробитие через 203 мм, мне вообще страшно. Представить такая броня нужна, что у них не страшно, чтобы выстрелить. Четичное пробитие, к слову. В итоге мы пробиваем, что-то не было. Блин, как раз раз, у него не болит. Меня очень смущает точность этих оружий. Я понимаю, что это делать, но это не так, что он стреляет. Я не знаю, что он стреляет. Какая-то туман. Четичное пробитие на 6000. Четичное пробитие. Правда, что флот все равно высыпается. Добил мы за кадром. Я не знаю, что он стреляет. В этом направлении. В этом направлении, что сейчас мы стреляем. Мы распределили вот это все мило. И мы совершенно долго будем их выстрелять. Поэтому, вероятно, есть шанс пробить нашу домашнюю эскадру. В теории, конечно, точно было неприятно. Но, возможно... Если бы они, условно, справились с этим ротом, то, думаю, что у них были бы шансы на СД не достаточную новейшую эскадру. Но, думаю, что... Остался последний кадр. Вторая эскадра наших итальянских противников также вышла в бой. Это все еще практически бессмысленно. Сан-Антонио мы уже видели эти корабли. Он один против наших... Хотя, в данном случае здесь четыре... 388 миллиметров. В принципе, в принципе, один на один они могут сравниться с нашими кайзерами Фридриками. Правда, вот что-то есть мнение, что броня у них, конечно же, не настолько хороша. Нет, по качеству да, но по количеству... Конечно же, по... лошадиным силам нет, но эти корабли быстрые, быстрее, чем наши. Хм... Этот корабль стоит... всего лишь в два раза дешевле, чем наши. Так что, мы посмотрим на этот бой. Потому что, почему бы да? Мы сближаемся с противником. Давайте посмотрим на вражеский крейсер. Ну, к слову, да, весьма современно. Это... далеко не самое худшее, что можно было ждать от противника. Так, и наши действия. Давайте так... Легкие крейсера выдвигаются на переклад. Оба линкора продолжают стрелять, и не только по наружескому кораблю. Честно говоря, у меня упорно выникает ощущение, что прокачки радиоакционной технологии не снижает точность, не способствует получать. Потому что я все чаще замечаю, что, когда... и... что до прокачки повторяемых техов из дальномеров очень у меня как будто бы лучше. Ну, это же совсем трэш какой, блин. Очень, очень... Ну, это огромные, скажем так, промахи. То есть, если... Да не на какую-то маленькую дистанцию, это прям совсем еще. Так, после пуска мы будем отходить, собственно, линкорами тоже, потому что, противника, наверняка, сделал пуск. Надо переворачивать. То есть, никто еще пустит. Широкие Вира. Пошли торпедами. Торпедами. Пока мы все еще промахиваемся. Все прям капитально. Сейчас торпеда не промахивается. Торпедом кофе, то они клинические объекты. Возможно, конечно, это за скоростью противника, но... Возможно, это весьма странно. Так. Ух, хотел парочку торпед, судя по всему, он сколько хочет. Или нет? Ну, вообще-то мы не попадаем. Нем-нем-нем. Не, ну, конечно, дистанция.. великовато и бы 380 миллиметров. Но, тем-нем-не-менее. Давайте мы будем уходить в торпед, убыстровываем... Так, противник набрал более половины, по идее его скорость должна быть снижена. Это должно быть неплохим партнером. Они пока, по-моему, обошли. Противник очень много легких сил, черт. Ну почему это торпеда-то идет торпеда? Т… Не ладно, допустим, это было попадание на профиль. В целом-то в этом ничего удивительного нет как раз, здесь все нормально, я бы не ушел, но то, что мы до сих пор не можем убить один шивый крейсер, имеет по факту преимущество в технологиях, причем капитальное, 4,7% попадания, но это шутка, вы помните какие у нас обычно попадания бывают, раньше это было как-то получше, мы в инстанциях уже начинали уверенно попадать, 2 километра это много конечно, но не настолько много. О, опять башни забавились, а ты вообще будешь оборачиваться нет? Эй, ау, игра, закончили игру, готовимся к выпуску DLC, я смотрю прям вот личная подготовка, я представляю как эта штука будет, блин, богатся. Вот бультиплеер, это будет просто прекрасно, а представьте, пока ты играй против компьютера, всегда эти он может перезапустить игру, всегда эти он может перезапустить игру, а представьте, что бультиплеер, особенно, не дай бог, какой-нибудь соревновательный бультиплеер, ох, весело-то будет. Так, мы смотрим, что у нас. Каинк 4, садар, первый ратар, 62% попадания по нам, 15% это шутка, нет, это бред. Марк 5, 69% попадания, Марк 3, определенно, в игре есть какие-то проблемы, в том смысле, это ненормально, у меня не должно быть таких низких шансов. Я почти уверен, что там косяк в технологиях, потому что я с радаром попадаюсь в него, это шутка. Что мне важно? О, башню распределилась. А, нет, они не пробку распределилась, они вообще перестали работать. Замечательно. А, ну, понимаешь, что меня уже смешало, потому что я не слышал, что я не понял, потому что, наверное, было распределение. Как-то распределение башни. Не, ну вот это дичь. Это прям дичь, откровенная и полная, радар достаётся, переоскопчик достаёт. И крикует. Ну, это всё объясняет, на самом деле. Судя по всему, да, прокачка радио, например, работает только на первом уровне, и затем начинает. Нет, скорее всего, кстати, понижение уровня не сработает, потому что у нас же есть увеличение радиотехнологии. Ну да, это уменьшение точности, потому что тут точность никакая, её нет. Вы видели, какая точность по нам, какая точность по ним, но это же бред. Это точно с начального периода игры, это же просто, ну, личная какая-то. Вот такие вот, вот такая вот у нас законченная игра, багов нет. Надо выпускать длц на мониторплеер. Прямо, ладно, надо. Ладно, мы закончим только это кадром, потому что это ничь какая-то. Ну и в нынешних условиях итальянцы выставили козырь. Наверное, последний свой козырь. И, кстати, учитывая наши характеристики и проблемы с точностью, которые сейчас вылезли, у них есть шансы на победу. Вот он он, 80 тысяч тоннный корабль. Судя по всему, весьма новый и весьма продвинутый. Большое количество ПМК. И мы стреляем по нему едва и два, 0,9%. Нет, до противника очень много. Расстояние огромное. Почему Магдебург стоит? Ладно. Снижаем скорость 24 углов. Точность нулевая. Ну, собственно, так. Максимально нелепо, учитывая, что у нас прокачаны технологии до какого-то невыносимого уровня. Еще и ветераны. 1,4% точности, да? Было бы очень забавно. Узнать, ну, все модификаторы, которые влияют на это. Тут валим корок, слово. Один уже нам знакомый. Я, судя по всему, да, как только начнется дуэль, мы проиграем ее, потому что у противника будет нормальная точность отвечать от нас. Слушай, ну, это ненормальная точность. Это бред какой-то, черт возьми. На Сау, если не ошибусь, Марк 5 и пушки. Жалко не успеем сравнить. Было бы забавно сравнить на данном этапе корабли без радара вообще. Влияет ли только на радар? Потому что если это влияет на все, ну, это, конечно, все финиш. Потому что, ну, то, что оно влияет, по-моему, уже очевидно. Потому что не должна быть такая точность на такой дистанции. Это бредятина. Какие 4%? Ничего. Какие... Ну, ну, как? Ну, что это за бредятина просто, а? Я точно помню, что раньше на 22 километрах подобные линкоры давали очень хорошие попадания. А сейчас плевать. Ну, потому что... Потому что... Что это бред? Почему это так? Почему это это? Мы до сих пор ни разу не попали, понимаете, в чем беда? Ну, это же просто дичь. Ну, ладно бы я маневрировал как. Тут всего 5%. 6%. Я не попадаю никуда. По мне сейчас попадут. Ну, я почти уверен. Либо это будет очень быстрое накрытие. Это очень быстрое накрытие. Ну, сейчас мы проведем рекогнистировку. Мы узнаем характеристики корабля противника. И, наверное, мы убили ситуацию. На 14 километрах эти пушки должны давать почти стопроцентное попадание. Мы, собственно, скоро узнаем ситуацию. 96. Да. 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 Радар первого покажения. Каин 5. А мы не попадаем? У них больше... Ну, что это? Кто это программировал, блядь? Ну, вообще, пожалуйста. Ну, это просто дичь, черт возьми. У меня точность ниже, чем у противника. У меня на 8 километрах точность низкая. Ну, какого черта? Почему ты живешь, блядь? Голевая, блядь? Ну, что это за пиздец? Да и ЛЦ, блядь, на мультиплеер они делают. Я не понимаю, как вообще можно такое допустить? Кто-нибудь... Скорее всего, никто даже не играл в этой игру. Ладно, за до поздних этапов. Хотя игре уже много лет. 0% шанс попадать. Вот. Какая ж... Блядь, блядь, блядь. Не плевать уже, честно говоря. Я все равно выиграл эту войну просто хуй. Какая ж, милая, блядь, идиот! Да, боже, хуй, я обе где-то хуй там, блядь! Да сколько ж можно, блядь! Нет, корабль не пропадал из зоны засвета. Да, блядь, я буду приготливать газ стрелять по линкору. Как же, боже, блядь! Блядь, все это я не делаю, нахуй, блядь! Будьте, господи, блядь! Я не буду больше играть в этой кампании. Блядь, вообще не буду, но, по крайней мере, конечно. Спасибо, блядь, я не голод. Охуенно, блядь, классный лейпейк. Спасибо, рабочий. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Что ж господа, я сгорел, но это не мешает подвести какие-то итоги Да, я не буду заканчивать кампанию Топку, это трэш, это пиздец Я и раньше замечал, просто я думал, что ну мало ли какой-то локальный глюк Но нет, не локальный, не глюк Да, с игрой что-то явно не так, причем сильно не так, ладно Ну давайте на самом деле подведем итоги Ну, я считаю, что это очень удачная партия Мы очень неплохо поиграли в итоге, мы захватили весь мир В целом, партия давно уже просилась за завершение В мире осталась Италия, которую объективно мы все равно победим Я просто не хочу мучиться, красивых боев не будет Вы сами видели, какая это трэшатина Единственная страна, которая к нам негативно относится, это Италия И объективно мы ее легко захватим Кроме Италии остался Китай Япония, которая к нам положительно относится Испания, которая конечно осталась, ну, буквально на паре территорий Но тоже весьма положительно Наша ВВП 12 миллионов, 12 триллионов, наверное, да У нас огромный флот, то есть весь остальной флот мира в совокупности Ну, с нами, наверное, не сравнится Единственная страна, с которой мы не воевали, по-моему, за все время Это Австро-Венгрия И, судя по их тоннажу, вряд ли они представляют для нас угрозу У Испании вообще нет флота Самое забавное, что сейчас Великобритания в войне с Испанией И у них один линейный крейсер в 34 тысячи тонны Это, конечно, очень забавно Давайте посмотрим по исследованиям То есть у нас сейчас уже идет радиолокационная технология И, по идее, вот с этой технологией Мы должны, ну, очень быстро наводиться То есть... Но, по факту, вы сами видели, как оно работает То есть у нас точность ниже, чем у противника С более худшими дальномерами И с более худшими... Потому что у нас длинноствольные пушки Очень длинноствольные пушки Я не знаю, возможно, вопрос не в радаре Возможно, вопрос в каком-то из других пунктов Но наши корабли не косячные У них все хорошо по характеристикам Почему так? Непонятно Почему? Абсолютно непонятно Это бредятельно Ладно Я считаю, что кампания получилась удачная В ней было много интересных моментов Ну и, в конце концов Скажем так, рассказы о том, что за Германию невероятно сложно играть Оказались... Преувеличены Немецкое кораблестроение Очень коэтное Я пока хочу отойти от игры Я попробую написать какой-то репорт Ну, на всякий случай Вдруг все-таки меня послушают Мало ли вдруг Ам... Ну... Как-то так Спасибо за просмотр Дальше у нас будут другие игры Адмиралы до конца не уйдут Возможно, будет рубрика сравнения Для... Действительно, спросили многие Чтобы я сделал рубрику а-ля Как это было в... Непосредственно... Спрокет Почему бы нет Возможно, попробуем Ну, а с вами был Макс И у него канал До встречи новых видео Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»